Шанти-шанти-рыф. Это еще не полноценный обзор. Скорее, такой предпросмотр горелки FMS-108. Просто она нам самим была интересна. Мы в итоге купили горелку Track с тремя комфорками. Она сама себя к чертой бабушке прошла. У нас горел шланг. В общем, пришлось ее, по-моему, выкинуть. Может быть, стоило взять именно такую. В общем, это большая горелка. Сейчас покажу, как она работает. Вот ножки фиксированы. Мы нажимаем здесь на кнопочку. Открываем ножки. После чего получаем возможность вот сюда приметить газовый баллон, если она выдерживает с запасом. Сделано все это весьма добротно. Открывай сколько хочешь. Все-таки сталь. И что мне еще понравится, кстати, может, алюминий, что-то узнает, сплав какой-то. Что мне понравится, поджигает. Вот так вот он работает. Короче, штука вызывает доверие. Никаких намеканий. Я там сходу сказать не могу. Вот регулятор есть. Довольно туго крутится, кстати. Я думаю, что разойдется. И сейчас покажу. Она идет не просто так. Она идет в комплекте с чехлом. Это что? Это какой-то недокументированный режим. Работу мы нашли. Вот. Я думаю, что с большой степенью вероятности сам себе такую возьму и попробую протестировать. Вот, кстати, вот так тоже можно поставить, но сжечь вот так, сами понимаете, не рекомендуется. Сейчас эти шантеры в горелке еще на 108. Это еще не совсем полноценный обзор. Но, во всяком случае, видно, что вещь стоящая. Сопло здесь большое. Жарик, наверное, будет весьма-весьма неплох. Мне кажется, не хуже, чем китайская горелка на 100-500 ватт, из которых наверняка большая часть рисовая. Надо признаться, что это тоже китайская горелка. Но видно, что делается она с фильтром все-таки размахом. Если было хоть чуть-чуть полезно лайки, ну и ждите полноценного обзора.